Я смотрю по сторонам, будь то слово, как написано в стенах, потому что я концентрирую, и очень-очень трудно найти правильные слова. Но какой аспект, ты думаешь, самый важный аспект? Прежде чем мы начнем, я хочу сказать моим зрителям, что если они хотят планировать урок с тобой, они могут найти тебя на Italki, твой профиль, и поэтому я оставлю ссылку. Да, конечно, у меня есть еще Инстаграм, например, но просто мой Инстаграм, это просто Инстаграм, там нет ничего про русский язык, но, тем не менее, они могут посмотреть, не знаю, на жизнь в маленьком городе в России. Если им это интересно, это тоже могу тебе оставить. Хорошо, но, слушай, как ты скажешь, Светлана? У меня очень много, можно сказать, Света, Светлана, Светик, Светочка, много, но обычно Света, Светлана, Света. Окей, и, например, это Света, это как лайт, нет? Да, да, как the sunlight, да. Потому что я тоже, я также попытался найти место на моем комнате, потому что сейчас идет снег, и очень темно. А, темно. Темно, очень темно, и, окей, я, как, нет много света в моем комнате, но сейчас ты здесь, и ты, это свет. Ты знаешь, когда я была в школе, это была самая популярная шутка. Света, включи свет. Да, окей, хорошо. Идея, я хочу сказать, что моя идея в этом видео заключается в том, что я очень любопытный человек, и я хочу узнать, какой мой уровень по-русски. И я начал изучать русский, я думаю, что почти, не знаю, не, меньше, чем двух лет назад, и это мой первый урок с преподавателем русского языка. И, ну да, и поэтому, ну да, это, я очень как в восторге, и я хочу узнать мой уровень, и также увидеть, если я мог вести коммуникацию с тобой по-русски. Я на всякий случай взяла, если вдруг надо будет что-нибудь записать. Ну, Светлана, я думаю, что мы можем говорить о многих темах, об изучении языков, и мой первый, это очень смешно, потому что если я задаваю тебе, если я буду задавать вопросы, тогда я не должен ни слова сказать. Да, таким образом я не буду сделать много ошибок. Это хитрый ход, ты знаешь, хитрый. Мой первый вопрос, ты преподаватель русского языка, и я очень хочу узнать, что бы ты сказала, как вручить русский, какие первые этапы, первые шаги для тех, которые хотят изучать русский. Что они должны сделать в начале, например? Первое, что должен понимать любой, кто хочет выучить русский язык, что система русского языка очень отличается от европейского, от азиатского, от арабских языков. Во-первых, в большинстве своём всё-таки европейцы, англоговорящие изучают русский язык. И нужно понимать, что начинать нужно всё-таки с алфавита, чтобы вы могли читать, изучать что-то, какие-то правила, задания и так далее. Конечно, первое – это алфавит и медленное чтение по слогам. Затем самая-самая базовая грамматика, чтобы вы могли объяснить, что вы хотите. Для этого самым важным в языке, я считаю, в любом, является глагол. Затем идут какие-то простые фразы, которые описывают, что, например, у вас есть или чего у вас нет. То есть это самые-самые базовые структуры, которые, если вы будете говорить даже неправильно, всё равно человек вас поймёт. Ага, окей, понял. Но что бы ты сказала? Нужно преподавать вначале? Или можно изучать язык? Или, я не знаю, достигнуть уровня, может быть, А2 без преподавателя? Что тут нужно преподавать или нет? Всё зависит, опять же, от желания ученика. Есть ученики, которые, ты знаешь, прям горят, они очень хотят выучить русский язык, они делают дополнительные задания, слушают, смотрят и так далее. В этом случае до какого-то уровня они могут заниматься самостоятельно. Но, как правило, человеку нужно, чтобы его кто-то подталкивал, поддерживал. И поэтому, особенно если у вас возникли трудности, например, с алфавита сразу, да, с первого, как сказать, с первого урока, то, конечно, лучше, чтобы был, даже пусть не учитель, но кто-то русскоговорящий, который бы помог вам с произношением, запоминанием букв и слов. Хорошо, хорошо, окей. Но мой другой вопрос. Какой аспект, думаю, что самый важный аспект при изучении языков? Например, грамматика, развить разговорные навыки и вести коммуникацию на иностранном языке, на русском, в этом случае, или, я не знаю, чтение, развить навыки чтения, или какой аспект самый важный, на более важный? Конечно, мы начинаем учить язык, потому что мы хотим говорить на этом языке или понимать фильмы, музыку или других людей. Да, говорение – это основное. Но нужно понимать, что если мы говорим о русском языке, то здесь важна всё-таки грамматика тоже. Потому что мы можем выучить фразу, мы можем выучить слова, как сказать это или это, но если мы не будем знать базовую грамматику, мы не сможем ответить или мы не сможем понять, что говорит партнёр. Да. В этом случае я бы сказала, что да, грамматика важна. Но, опять же, изучение языка – это комплекс. Нужно чуть-чуть слушать, чуть-чуть говорить, чуть-чуть грамматика, чуть-чуть читать. И тогда у нас будет хороший результат. Хорошо. Я со всем согласен. И я очень рад, что ты сказал это, потому что моё мнение… Но это может быть мой случай, потому что всегда, когда я начну изучать язык, другой или новый язык, первый шаг или первая вещь, которую я сделаю – это заниматься грамматикой. И поэтому в первых семь или восемь месяцев я только занимался русской грамматикой. И после этого я начал развить или улучшить мой словарный запас, найти другие люди, с которыми я могу общаться по-русски и так далее. Но вначале только грамматика. Ну, я могу сказать, если ты занимался грамматикой шесть-семь месяцев, ты очень терпеливый человек. Да, ну, изучение языков – это моя страсть. Но я сделал время. Можно сказать, я сделал время к этому? Потратил время на это. Окей. Нужно понимать, да, что не все мы начинаем изучать язык с таким большим желанием. Не у всех изучение языков – это страсть. И кто-то ожидает, что через один, два, три урока – ой, это будет легко, я всё пойму, я буду говорить, и грамматика мне не нужна. Зачем? Мне не нужна грамматика, я хочу только говорить. Извините, но так не получится. Так не бывает. Хотя бы базовая грамматика, но нужна. Поэтому даже когда вы начинаете изучать новый для вас язык, особенно если это новый алфавит, будьте готовы, что несколько занятий вам нужно потратить на то, чтобы научиться читать и понимать, как это произносить, из чего состоит слово, из каких звуков и так далее. Поэтому всё-таки без грамматики… Да, можно, да, возможно, но это будет сложно, и этот процесс может затянуться надолго. Да, это правда. Поэтому нужно быть готовым, что грамматика тоже будет. Но я не подготовлю к этому видео, но я написал некоторые вопросы, но я не знаю, я очень дурак, потому что я написал вопросы на английском языке, и сейчас мне надо переводить на русский. Но третий вопрос… Давай, ты можешь… Да, мы можем вместе это сделать. Ты можешь читать по-русски, по-английски я скажу по-русски, и мы ответим. Ну, я написал… Ну, ты пробуй. Окей. Я интересуюсь русской культурой, в лигах и так далее, но я никогда не был в России. И, скажем, если в будущем я буду посетить в Россию, тогда по улице, если я должен найти путь, правильный путь, могу ли общаться с русскими по-английски или нет? Во-первых, если ты со своим уровнем русского языка поедешь в Россию, ты точно сможешь найти дорогу. Это не составит для тебя труда, ты не заблудишься, и люди тебя прекрасно поймут. Второй момент… А, заблудусь. Второй момент. Никто не отменял язык жестов. И даже если мы представим, что сейчас у нас нет технологий и нету гугл-переводчика и так далее, у нас всегда может быть карта, или мы знаем, что нам нужен большой театр, например. Да, люди поймут и попытаются объяснить. Третий момент. Что русские очень дружелюбные, несмотря на то, что многие думают, что русские не улыбаются, и они живут в холодной России, и они очень злые. Это неправда. Когда русский человек видит иностранца, он еще более дружелюбен, чем с другими русскими. И даже если он не будет знать английский, он максимально старается помочь, показать, нарисовать, объяснить, спросить кого-то, знает ли он английский, чтобы тебе помогли, но в беде тебя не оставят. Тебя не оставят с твоей проблемой. Тебе постараются помочь. То, что русские плохо владеют английским, да, отчасти это правда. Но если мы говорим о больших городах, как Москва, Санкт-Петербург, туда едут много людей с разных городов и так далее. И, конечно, да, скорее всего, в Москве можно встретить человека, который хорошо говорит по-английски. Но что касается других городов, более маленьких, скорее всего, здесь могут возникнуть проблемы. И несмотря на то, что мы изучаем язык в школе, в университете, кто-то ходит в... дополнительно занимается в языковую школу, да, человек может сказать там «hello», «how are you» и так далее. Но на этом разговор может закончиться. Но, тем не менее, как я уже сказала, тебя не оставят с проблемой наедине. Даже если это будет маленький город в России, тебе все равно помогут. Сейчас я думаю, что видео будет очень длинным, и мне надо также добавлять субтитры. И добавлять субтитры по-английски к 6-10 минутам видео очень много времени. Я буду потратить много времени. Ну да, и поэтому мы можем перестать. Ага, да. Ну да. И я только хочу тебе спросить, после 10 минут или после 20 минут, что бы ты сказала, связанное о моем уровне? Это А2, В1. Просто, чтобы иметь какое-то, я не знаю, какое-то мнение. Ну, смотри, то, что я говорила, сколько процентов ты понял из того, что я говорила сегодня? Все. И это я только хочу, хотел это сказать, что если мой уровень, это не, если я не могу свободно говорить по-русски, это без проблем, потому что в конце этого года или в следующем году я достигну как высшего уровня. Но сейчас я мог тебе понять, я думаю, что почти 100% или 100%. Я рад. Можно сказать, ты сам ответил. Ты действительно говоришь очень хорошо, и твой уровень точно не А2, это точно выше. В1 это минимум, я думаю, что даже В2 свободный. Ну, опять же, для каких целей? Если ты сдаешь тест или ты дипломат, то, конечно, твой уровень можно было бы сделать лучше, чтобы ты говорил как дипломат, например, да? Ну, если ты общаешься с русскими, тебя поймут, даже если ты поедешь в какую-то глухую деревню. Я думаю, что... И даже если ты поедешь в какую-то другую русскоговорящую страну, например, в Украину, Казахстан, Белоруссию, я думаю, что тебя тоже легко там поймут, и вообще без проблем. Хорошо. Спасибо. И очень большое спасибо за твое терпение. И я очень рад, что ты согласился, согласилась, да? Потому что ты девушка. Ты согласилась принять участие в моем маленьком проекте и в моем видео. И за это я... Большое спасибо. Тебе тоже большое спасибо. Для меня это тоже такой новый опыт, но мне понравилось.